Здравствуйте, дамы и господа, присутствующие все сегодня в торговом комплексе Марка Смол, ученики школы дзюдо. Сегодня у нас необычный день, мы пригласили в этот дом ведущего специалиста изучения японских боевых искусств Алексея Горбылева, кандидата исторических наук университета им. Ломоносова. И он сегодня расскажет лекцию на тему истории дзюдо. Если кому интересно из гостей, пожалуйста, поближе можете присаживаться, чтобы не очень далеко сидеть. И я передаю микрофон Алексею. Добрый день, добрый вечер. Я прошу прощения, я буду сидеть, мне немножко так комфортнее. Честно говоря, конечно, совершенно необычное здесь мероприятие, необычное место проведения, необычный состав моих слушателей. Здесь самые разные, здесь, видимо, мотивации, разные жизненные интересы представлены. Как представил меня руководитель школы дзюдо, РОКА, Роман Карасев. Меня зовут Алексей, фамилия Горбылев. Я сотрудник Института страны Азии Африки МГУ им. Ломоносова. И на протяжении довольно длительного времени занимаюсь изучением истории японских боевых искусств и, в частности, дзюдо. И сегодня я буду говорить об истории дзюдо. Дзюдо – одно из самых популярных боевых искусств на планете. Из японских боевых искусств это единственный вид, который получил олимпийское признание в качестве вида спорта. И на сегодняшний день Международная Федерация дзюдо, которая развивает этот вид спорта, является крупнейшей международной организацией спортивной среди всех видов спорта. С гордостью Международная Федерация дзюдо говорит, что имеет представительство в двухстах странах. Дзюдо родилось в 1882 году, в мае 1882 года. То есть его история насчитывает уже более 130 лет. Развивается в двухстах странах, как я сказал, а в некоторых странах имеет уже очень богатую историю. Например, в России дзюдо появилось в 1914 году, то есть тоже развивается у нас уже более 100 лет. Конечно, за такой длительный период история дзюдо оказалась насыщена многими важными событиями, многими интересными поворотами. И забиловала она массой самых разных занимательных сюжетов, как в стране, в которой это боевое искусство родилось, в Японии, так и за ее пределами. Дзюдо оказало очень большое влияние на развитие спорта, сыграло важную роль в развитии рукопашного боя не только в Японии, но и прежде всего за пределами Японии. И, конечно, эта история чрезвычайно богата, увлекательна и интересна. Конечно, за тот час или полтора часа, который у нас с вами есть, мы не сможем с вами рассмотреть все эти сюжеты, все эти перипетии. Поэтому я хочу остановиться только на нескольких вопросах, на нескольких страницах, можно сказать, истории дзюдо, которые связаны непосредственно с личностью основателя этого боевого искусства, японского выдающегося педагога, деятеля образования, культуры, ученого и, конечно, мастера борьбы, Кано Джигуро. По японской традиции, когда мы говорим о японцах, на первом месте всегда фамилия, соответственно, Кано – это фамилия, Джигуро – это личное имя. Кано Джигуро родился в 1860 году и умер в 1938 году. Я думаю, что представители старшего поколения лучше понимают, насколько это был сложный период в мировой истории, какие сложные события приходятся на это время. Из нашей с вами памяти, российской памяти, мы знаем, что это период русско-японской войны, 1904-1905 годов, это гражданская война и революция в России, и для мировой истории также этот период был насыщен очень сложными, противоречивыми событиями. Что касается Кано Джигуро, то его биография тоже в этом смысле очень интересна и удивительно связана с историей его страны, с историей Японии. Родился он, как я сказал, в 1860 году. В то время в Японии правила так называемая щёгунская династия Токугава. Щёгун – это военные правители, представители высшего слоя самурайства, которые держали в своих руках власть на протяжении двух с половиной столетий. Сёгун и Токугава очень долгое время проводили политику закрытия страны. Япония с середины 17-го столетия отгораживалась от внешнего мира, проводила политику самоизоляции, старалась не допускать иностранного проникновения в свою страну. Это способствовало тому, что японская культура развивалась самостоятельно, приобрела очень многие специфические характеристики. Ментальность японского народа складывалась особым образом в это время. Но с конца 18-го века, когда во всём мире бушевала эпоха колониализма, когда сильнейшие западные державы постепенно распространяли своё влияние всё и дальше, и дальше на восток, и к Японии тоже сильнейшие европейские державы стали проявлять интерес. На протяжении ещё примерно полувека Япония сопротивлялась от так называемого «открытия», то есть не позволяла доступ иностранцев в страну. Но в 1853 году американская эскадра под командованием коммодора Перри добилась от сёгунских властей согласия на открытие страны, на доступ в неё иностранцев. И вот это было время, чрезвычайно сложное в истории Японии. Япония была к тому моменту единственной восточной страной, которая не подверглась колонизации. То есть не подверглась колонизационному ограблению, не была захвачена, не была не лишена суверенитета. Но после открытия Японии 1853 года Япония оказалась на пороге вот такой судьбы, была готова разделить судьбу соседних стран, которые уже подверглись иностранным вторжениям, стали объектами ограбления. И вот в 1860 году, когда родился в небольшой деревушке, деревушке называлось Микаге, на берегу внутреннего Японского моря, Осокского залива, Кано Джигуро в Японии переживала очень тяжёлую ситуацию. Стоял на повестке дня вопрос о том, сумеет ли страна сохранить свою самостоятельность. Или же она будет захвачена какой-либо из колониальных держав и будет ограблена так же, как это происходило в Индии, в соседнем Китае, в других странах Восточной, в Восточной Азии, в Африке и в Южной Амирии. Время было очень тяжёлое. В Японии боролись, по сути дела, две партии. Одна партия выступала за сохранение Сюгуната, вторая выступала за уничтожение Сюгуната и связанного с ним феодального строя, за проведение крупномасштабных реформ, которые имели цель в создании единого мощного национального государства. И эта борьба между этими партиями, она была весьма острой, кровавой. И, конечно, первые годы жизни Кано-Джигуру протекали в обстановке страха, неуверенности в будущем и ощущения опасности, нависшей над его страной. Семья Кано-Джигуру – это была купеческая семья. Вообще купеческое сословие в Японии феодальное подвергалось дискриминации. Оно было самым низшим из четырех существовавших сословий. Считалось, что купцы только паразитируют на обществе. Но к середине XIX века купцы – это самая богатая часть японского общества и та часть, из которой ничего уже, по сути дела, не делалось. Отец Кано-Джигуру был видным предпринимателем, состоял на службе у Сёгудата, выполнял различные его поручения и, в общем, фактически являлся государственным уже чиновником в это время. В 1867 году, когда Япония оказалась перед лицом фактически гражданской войны, последний Сёгун династии Тукугава мужественно сложил в себя полномочию Сёгун. Японии не удалось избежать гражданской войны. В 1868-1969 годах эта война имела место, но она была отнюдь не такой кровавой, какой могла бы быть. И это было связано в значительной степени с тем, что японская элита проявила сознание того, что нужно пожертвовать своими интересами в значительной степени ради того, чтобы сохранить страну. И вот с 1868 года в Японии начинаются крупномасштабные реформы. Цель реформ — создать единое мощное государство. Образец для реформ дают западные державы. Необходимо реформировать страну по их образцу, ввести законы западные, ввести систему государственного управления, административно-территориальную систему по западному образцу, ввести такие законы, которые посодействовали развитию сельского хозяйства и промышленности. Нужно заимствовать опыт промышленного развития, который имелся у западных держав. Нужно создать армию по западному образцу. И для всего этого очень важно дать новому поколению японцев надлежащее образование. И вот Кано Чигуро, как представитель довольно состоятельной семьи, семьи просвещенной, в которой были созданы условия для домашнего его воспитания, принадлежал к тому, к той группе в молодом поколении японцев, которые имели уже возможность получить образование европейского типа. С одной стороны, дома он получал традиционное дальневосточное конфуцианское образование с его ценностями, а с другой в различных учебных заведениях изучал английский и немецкий язык, прослушивал курсы наук европейских на английском языке. И, наконец, в 1877 году поступил в первый в Японии Токийский университет. Это было единственное высшее учебное заведение в стране, которое давало европейское образование. В нем преподавали в основном иностранцы, люди, приглашенные для того, чтобы содействовать насаждению европейского образования. Это были крупные специалисты. И они сыграли очень важную роль и в судьбе Кано Чигуро, и в судьбе Японии. Вот этот молодой человек, который пережил довольно сложный период вместе со своей страной, под влиянием тех обстоятельств, в которых он находился, под влиянием тех людей, с которыми он общался, думал о том, что для человека исключительно важно быть сильной личностью. Он думал о том, что нужно стать человеком, который мог бы работать на пользу своему государству, своему народу. И думал о том, что недостаточно обладать только знаниями, которые могут помочь во всем этом. Очень важно быть и физически, и психически очень сильной, стойкой личностью, которая сможет воплотить свои идеалы в жизнь. Кроме того, Кано Чигуро был убежденным патриотом своей страны. Как ни странно, вот эти иностранцы, которые преподавали в Токийском университете, в то время, когда сами японцы во всем ориентировались на Запад, и даже доходили до того, что отвергали собственную традиционную культуру, в это время разрушались буддийские храмы, в это время японцы сбывали произведения своего искусства за бесценок, за границу. Вот эти иностранцы, глядя на все это, учили японцев любить свою родину и любить свою культуру. И Кано Чигуро к окончанию университета, это 1882 год, начало 1882 года, был убежденным патриотом своей страны и мечтал о том, чтобы посвятить свою жизнь делу образования, для того, чтобы воспитывать японцев, тех японцев, которые примут на свои плечи заботы о судьбах Родины. Кроме этого, он был чрезвычайно увлечен традиционным рукопашным боем японским, который назывался дзюджюцу. Увлекаться дзюджюцу Кано Чигуро начал в юношеском возрасте. Он был тогда отлучен от семьи, жил в пансионате бок о бок со старшими учениками, иногда подвергался третированием, потому что был талантлив и успешен в учебе, но физически за себя постоять не мог. Поэтому он, как и многие ребята, маленькие ребята, думал о том, как стать сильнее, как научиться защищать себя. И он нашел для себя ответ. Я буду заниматься дзюджюцу. Искусство дзюджюцу или искусство мягкое, дзюйероглик означает мягкий, а дзюджю это техника или искусство, это боевое искусство с очень давними корнями. Если обратиться к японским источникам, мы знаем, что уже в первые века нашей эры там проводились очень суровые рукопашные схватки. Затем это боевое искусство оттачивалось в ходе войн. Оно развивалось в соответствии с традициями военного искусства, с их изменением, с эволюцией военного вооружения. В средние века искусство рукопашного боя представляло собой искусство боя в доспехах. И имело свою особую специфику. Было очень трудно применить какие-либо приемы рукопашного боя без оружия по отношению к противнику, который был защищен доспехом. Нужно было использовать специфические приемы. И отсюда очень широко разрабатывалась, развивалась техника бросков, сваливаний, которая имела целью перевести в лежащее положение противника. Изучали японские воины технику контроля противника на земле, учились его переворачивать на живот, потому что было гораздо удобнее сесть сверху на спину лежащему противнику и связывать его, или же постараться с ним расправиться. Когда в Японии наступила эпоха мира, а это начало 17 века, вот эта техника джиу-джицу, она не отмерла. Она начала развиваться, как искусство самозащиты, в мирных условиях, уже без доспехов. И вот в это время появляется очень большое количество разнообразных школ джиу-джицу, которые разрабатывали разные виды технических приемов. Представьте себе, в начале 17 века в Японии существовало порядка 250-260 княжеств. Сёгунац проводил политику их изоляции друг от друга. Отмен между ними, культурный, был очень ограничен. Встречаться, заключать браки феодалы без разрешения Сёгуна не могли. Плюс к этому, Япония — это горная страна, 70% территории или даже больше — это горы. И, соответственно, жизнь протекает в основном в долинах. В каждой долине своя культура, своя традиция. Плюс к этому, как ни посмотри, а дело военное — это дело секретное. Поэтому в результате, к середине 19 века, когда начал Каночь Егоров изучать джиу-джицу, существовало несколько сотен самых разных школ джиу-джицу, которые очень сильно отличались по своей технике. Каночь Егоров начал пытаться найти себе учителя. Он подходил к одному самураю, к другому, к третьему, и ему снова и снова говорили, в наше время джиу-джицу абсолютно не нужно. Это устарелая, ни в чемная вещь. Забудь, занимайся учебой. Но, тем не менее, Каночь Егоров искал того, кто все-таки передаст ему секреты джиу-джицу. И вот в 1877 году практически одновременно с поступлением в университет токийский он начал изучать одну из традиционных школ джиу-джицу. Она называлась Тензин Синьорью. Эта школа была известна своими болевыми приемами, удушающими приемами, техникой ударов в уязвимой точке. Рассказывают, что ее основатель Исо Мадайон с одним из учеников вместе вступил в бой с целой бандой, в сотню человек, и якобы в нем победил. Поэтому школа имела очень высокую репутацию в Токио. Вот Каночь Егоров начал эту школу изучать. Изучал сначала непродолжительное время у одного наставника, его звали Яги Тайновский. От него перешел к другому, его звали Фукуда Хачиновский. Потом к третьему, его звали Исо Масатому. Но все это была одна школа. В 1881 году, когда Каночь Егоров еще учился в университете, он познакомился с другой школой. Она называлась Киториум. Эта школа развивалась как искусство борьбы в доспехах. И очень сильно отличалась от Тэнчжинь-Щиньюри. И вот здесь Каночь Егоров впервые задумался. Вот над каким вопросом. Как же так? И та, и другая школы занимаются самозащитой. Их цель самозащита. Но почему они такие разные? Почему мастера Тэнчжинь-Щиньюриу не берут технику бросков из Киториума, не дополняют ее к своей школе? Почему мастера Киториума не знают болевых приемов, удушающих приемов, которые известны Тэнчжинь-Щиньюрю? И вот он задумался всерьез о том, что необходимо переступить через границы традиционных школ. Необходимо синтезировать единое искусство, отобрав все лучшее из всех многочисленных школ, которые существуют в Японии. Кроме того, планируя свое будущее как будущее педагога, преподавателя, Кану Джигуро анализировал свои занятия дзюдзюцу именно с точки зрения педагога. И он приходил к выводу, что эти занятия, они чрезвычайно ему помогли в жизни. Ну, конечно, он стал намного сильнее физически. Конечно, он научился себя защищать, и никто уже не мог его третировать. Он стал намного спокойнее и уравновешеннее, и смог многие ситуации пройти в своей жизни благополучно. Вот размышляя над всем этим, Кану Джигуро пришел к выводу о том, что дзюдзюцу — это очень ценное достояние японской культуры, которое нужно бережно сохранить. Но его очень важно адаптировать к новым условиям, к условиям той Японии, в которой он жил, той Японии, которая проводила крупномасштабные реформы, революционные по своему характеру, к той Японии, которая стремилась стать в один ряд с сильнейшими державами. Отсюда у него родилась мысль о том, что необходимо создать новую систему. И вот в 1882 году, в мае месяце, окончивший, только что окончивший университет кокийский, Кану Джигуро, в том, что мы можем создавать землю,